Региональный дорожный фонд поддержит ремонт дорог в крупных городских округах области. Сегодня глава региона Никита Белых провел совещание по перечню объектов ремонта и содержания уличной дорожной сети, на котором были определены сроки начала работы и объемы. Подробности в сюжете Кирилла Сосолятина. В начале марта подобное совещание было проведено по вопросам ремонта и содержания уличной дорожной сети в Кирове. Тогда Никита Белых заявил, что региональное правительство приняло решение дополнительно выделить 200 миллионов рублей на ремонт дорог в областном центре. Причиной такого перераспределения бюджетных средств стали нелестные отзывы граждан о дорогах в Кирове. Сегодня были рассмотрены возможности выделения денег и другим городским округам. К сожалению, весенний период крайне негативно сказывается на дорогах, и мы это видим сейчас. Постоянные перепады температур ухудшают качество дорожного покрытия. Это объективные вещи, но и желание наших жителей ездить по нормальным дорогам тоже абсолютно объективно и оправданно. Киров-Чепецк получит дополнительно почти 16 миллионов рублей, город Слободской более 7 миллионов, Вязкие Поляны более 6 миллионов рублей, Котельнич 5 миллионов рублей. Сегодня мы заслушаем глав муниципальных образований, какие улицы, в какие сроки будут отремонтированы на эти средства. Главы муниципальных образований сообщили, что в первую очередь намерены отремонтировать самые разбитые и наиболее значимые для населения дороги. Работы, скорее всего, начнутся уже в следующем месяце. Вопросов, куда направить неожиданную материальную помощь из дорожного фонда, ни у кого не возникло. А в Котельниче, например, даже вместе с этими 5 миллионами средств все равно недостаточно на исполнение судебных обязательств по ремонту дорог. Я думаю, что надо будет отдельно нам провести совещание с вами, чтобы понять причины невыполнения плана по собственным доходам. Потому что в чем, как вы знаете, причины. Если вы причины понимаете и знаете, как устранить, это одно. Давайте совместное усилие предпринимаем. Если некачественное планирование, то это проблема более глубокая и системная. Никита Белых обратил внимание глав муниципальных образований на то, что им необходимо постоянно контролировать ход ремонтных работ и освещать планы и результаты ремонта в СМИ. Также глава региона отметил, что сейчас важно разработать механизм взаимодействия с заинтересованными лицами-инвесторами в направлении содержания и ремонта дорожно-уличной сети. Главное, чтобы такое взаимодействие было выгодно и интересантам, и дорожному фонду. Кирилл Сосолятин, Игорь Охотников, Вести, Кировская область.